Не просто может ли церковь сотрудничать с государством, они должны, они обязаны сотрудничать. Если бы церковь правильно себя позиционировала, если бы государство было непредвзятым к небольшим конфессиям, в нашем случае евангельским, то государство бы однозначно воспользовалось услугами церкви для населения, потому что церковь — это то, что воодушевляет общество, вдохновляет общество. Если функция государства, в том числе через силовые структуры, ограничивать всякие преступления, поддерживать порядок в обществе путем законов, соблюдения конституции, судебной системы, то церкви не надо этим заниматься. Церковь — это как раз та часть населения, потому что мы часть населения государства, так или иначе, которая может быть примером, образцом, которая может воодушевлять и развивать общество. Хорошие семьи, люди честные, рабочие на своих рабочих местах, студенты в школах, порядочные, не злоупотребляют, не спиртные, не балуются наркотиками. Это же прекрасно. Вы же хотите здоровые семьи, вы же хотите привить обществу здоровый образ жизни. А какой у вас ресурс? А кем вы можете похвалиться? Нет, серьезно, посмотрите. Если кем-то и может похвалиться этот город или это общество, так церковью. И подчеркиваю, церковью евангельской. Поэтому если бы государство, повторяюсь, было непредвзятым, если бы церковь правильно себя позиционировала и не пряталась от этого всего, а наоборот шла навстречу этому, это было бы прекраснейшее взаимодействие. Это очень показательный пример в лице церкви во многих случаях. Но похоже, что не все этого хотят. Или хотят иногда, чуть-чуть. А в общем, весь мир лежит во зле, и мы начинаем нарываться на такие вещи и думаем, странно. Как будто бы все кричат о том, что семьи должны быть здоровыми, образ жизни должен быть здоровым, мы должны быть верными своим мужьям и женам. Начинаешь это предлагать всерьез, а оно встает поперек горла. И мы много раз с этим сталкивались. Потому все равно относительно, мир лежит во зле, и церковь должна оставаться церковью. Если государство желает, если церковь открыта, это была бы прекраснейшая форма сотрудничества. Но когда мы говорим церковь, мы же подразумеваем людей, отдельных людей. Церковь — это люди. Это он плюс я, плюс ты, плюс она. Это же люди. Я вот против того, чтобы церковь вся вот была партийной, вступала в какую-то партию, пусть самую там идеальную, пусть это даже будет партия священников, как некоторые создали партии священников, я лично не поддерживаю это. Я думаю, церковь не должна быть партийной и полярной в отношении политических ориентаций и взглядов. А вот если из церкви отдельные люди идут в политику, если они призваны и Бог их туда зовет, как это было с Есферью, как это было с царями в Израиле и многими другими людьми, Даниилом, которые служили монархом, это замечательно, это здорово. Я очень это приветствую, когда в образовательной системе люди идут туда, когда в школах, в больницах, в судебной системе присутствуют люди, которые неподкупны, которые порядочны, держатся своих принципов. Об этом только мечтать, мы на это благословляем людей. Плюс, скажем, всякие национальные праздники, это хороший повод или площадка для диалога, или убрать город, улицу, или озеленение города, или что еще, помощь каким-то малоимущим в городе людям, или дома престарелых, или это детские дома, или усыновления. Очень много площадок для того, чтобы церковь взаимодействовала с государством и не прятала свое лицо.